окей всем привет меня зовут борис как вам уже сказали и сегодня расскажу вам не только про шлемы виртуальной реальности но и про историю как вообще появилась виртуальная реальность и расскажу что у нас есть сейчас из виртуальной реальности возможно мы фантазируем что будет потом и так что вообще виртуальная реальность представляет из себя что вообще представляет виртуальность из латинского языка к нам пришло такое слово как virtual is что означает возможный сейчас это слово изменилось и в английском языке слова virtual значит что то что не существует в реальной действительности но может быть создано при помощи программного обеспечения для меня лично она переключается куда жать а пробел лично для меня первым образцом виртуальной реальности который был изобретен человечеством является стереофотографии кто-то мог столкнуться с ним кто-то нет но работала это следующим образом это самая массовая кинокамера стереокамера в мире от кодек это стереоскоп по сути делалась фотография на двух кусочках пленки потом она распечатывалась и из-за смещенного угла зрения мы могли видеть фотографию как будто своими глазами то есть она оказалась трехмерной можно было смотреть достопримечательности какие-нибудь интересные места мероприятия чувствуешь ты находишься в толпе но так или иначе на стереофотографии были запретены над в конце 19 века так что для тех времен это было очень круто но вся виртуальная реальность началась в 1957 именно тогда был запатентован первый не знают назвать шлем или очки для виртуальной реальности он назывался стереоскопический телевизионный аппарат для индивидуального пользования он не производился массово и был всего лишь прототипом с патентом но все очки которые мы увидим сегодня выглядят и построены точно так же как он в том же году был изобретен вот такой вот автомат кто-то из вас играл в морской бой советский вот такой от морской боевого голову да вот это было почти то же самое но она была не интерактивным она играла видео она играла цветное видео трехмерная она придавала ароматы вибрации ветер мы сейчас пойдем кинотеатр и скорее всего мы не увидим все этого но все это было уже пятьдесят седьмом году наука не стояла на месте и первый аппарат который действительно вошел в массовое пользование не только в развлечениях но и в науке например в авиации стала вот эта вещь это огромный аппарат созданный профессором и двумя его студентами назывался он меч дамокла назывался он так по одной большой причине потому что он был огромен и чтобы пользоваться им свободно передвигаясь вся аппаратура висела над пользователем вон там можно видеть огромные экраны на которых она подвешена можно было передвигаться подобные окуляры сейчас используются у пилотов вертолетов там выводится информация о состоянии машины собственно но он был только экземпляром в институте а вот массовое производство первые шлемы ушли благодаря nasa lip cyber face вместе с вот такой вот замечательной стукой lip puppet такие вещи устанавливались на прототипах марсоходов и операторы используя управляя движением могли следить как будто находятся сидят и управляет ли марсоходом непосредственно при помощи вот этих вот очков они уже производились они продавались институтом массово было много вариаций вот с 85 по 89 это уже начало девяностых и после этого была вот эта вещь она стоит на зале и можно будет видеть и пощупать это for the vfx 1 это уже были массовые коммерческие очки для видеоигр можно было играть в doom в различные гоночные и самолетные аркады они подключались через обычный компьютерный интерфейс вон там и это уже была виртуальная реальность в каждый дом всего лишь 20 лет назад посмотрим как это изменилось за это время но мы к тому еще перейдем nintendo многие знакомы с этой компанией многие считают что это самая провальная консоль nintendo да это консоль это не просто очки все игры просто вставлялись через картриджи прямо сюда она работала от портативного питания по позиции портативная консоль как psp или ps vita в свое время возможно nintendo 3ds сейчас тогда это было это был очень забавный рекламный ролик где студент на перерыве между парами стоит возле стены играет на той штуке вид вау как классно но это было действительно классно в девяносто пятом sony японцы славятся своими изобретениями и это sony glastron он не был очками трехмерной виртуальной реальности он был чем-то вроде телевизора по моему эквивалентом 36-дюймового телевизора на стене 5 метров от вас вы могли просматривать фильмы будучи где угодно но я думаю выглядит при этом очень странно и наконец наши дни много лет прошло много технологий было изобретено и теперь у нас есть вот эти ребята окулус рифт сейчас окулус рифт эта компания которую вы купил фейсбук и фейсбук занимается дальнейшим развитием этой технологии она строится на базе обычного экрана от самсунга вы видите вон там там даже если есть надпись самсунга не поставляют их это третья модель вы можете видеть подобные первую и вторую в торговых центрах кто-то наверняка видел и даже пробовал да ладно почти никто пройти тем больше возможностей попробовать именно здесь она отслеживает движение есть контроллеры которые следят за движением человека здесь уже можно передвигаться и специально для этого была изобретена вот эта штука virtux омни всенаправленная беговая дорожка для передвижения виртуальной реальности она знаменательна тем вот конкретно вот это вот происходящее прямо здесь сейчас вы знаете что сейчас на марсе есть марсоход он сделал фотографию кратера в который приземлился ее переложили на виртуальную реальность и дали возможность людям прогуляться по марсианскому кратеру используя предыдущие очки около срифт и вот эту всенаправленную беговую дорожку это замечательно я думаю что скоро такие будут в каждом доме а может и нет кто знает помимо всего прочего виртуальная реальность обязывает нас как-то взаимодействовать с ней есть много вещей которые позволяют сделать различные перчатки но это самое интересное они печатаются на обычном 3d принтере и самая важная электрическая деталь них это сервоприводы по сути вы можете взять какой-либо объект виртуальной реальности при помощи этих печаток и почувствовать его формы сервоприводы будут давать команды то есть вы будет чувствовать что взяли куб он конечно не будет ничего весить но вы будете чувствовать его формы именно благодаря этому еще одна замечательная вещь google я безумно фанатей от этой корпорации изобрел вот такой вот простой виртуальный шлем для народа виртуальный шлем для масс его можно спокойно распечатать на принтере дома все схемы есть есть множество модификаций самое сложное тут линзы вы вставляете туда свой смартфон и можете вживую присутствовать на любой гуловской трансляции какой-либо конференции проходила в 2015 году google айо собственно это шлем был презентал 2014 году и они разместили возле сцены камеру вообще папа вот по всем залам много камер можно было переключаться между ними и находиться в толпе находиться в зале во время трансляции будучи у себя дома это то самое изобретение как по мне которая приблизила виртуальную реальность по значению к обычному телевидению что ж еще один интересный проект все помнят sony с этим телевизором дан они использовали наработки использованные в нем для playstation 4 это project morpheus или playstation vr очки виртуальной реальности заточенные под видео игры как многие соглашаются это самый удобный виртуальный шлем который вызывает меньше всего побочных эффектов до виртуальная реальность пока что неудобно скорее всего если вы пробудете в ней больше 15-20 минут вас укачает потому что есть очень многие нюансы с разрешением и частотой кадров которые не позволяют нам поверить в происходящее в экране нужно очень мощное устройство для этого но playstation справляется с этим на отлично мой фаворит не для покупки но среди разработок это osvr открытый проект который поставляет все программное обеспечение открытый код открытые схемы для модификации они хотят унифицировать и создать единый стандарт виртуальной реальности во всем мире которым будет пользоваться все в дальнейшем я не скажу что он самый продвинутый но он самый интересный чисто с организаторской точки зрения но лично для себя я бы приобрел вот эту штуку htc вайв от вол и стендер как его называют иногда он выделяется тем что там есть вон те вот две маленькие коробочки которые можно разместить в двух частях помещения они отсканируют это помещение и тем самым вы будете находиться в комнате на которую уже потом сможете накладывать какие-либо виртуальные эффекты вы сможете передвигаться в этой комнате без каких-либо громоздких устройств по сути она может отслеживать даже движение рук вам не понадобятся специальные перчатки чтобы как-то взаимодействовать со всем этим в конце будет видео которое покажет как вообще эта штука работает также виртуальная реальность сейчас используется в медицине например здесь можем видеть как нейрохирурги тренируется проводить операции на мозге при помощи уже более продвинутых индивидуальных медицинских контроллеров здесь у них есть макеты мозга правда они пустые внутри но для них реально существует мозг в этом в этих очках они проводят инструктажи точно также тренируются пилоты коммерческих рейсов подобным образом были видеть огромные кабины сейчас они часто заменяются шлемами с контроллерами вот и замечательное видео вы скорее всего не знаете имени этого человека но бесспорно видели его творения его зовут глен кейн и он аниматор студии дисней он нарисовал тарзана он нарисовал русалочку он нарисовал красавицу и чудовище и собственно его попросили использовать htc вайв для того чтобы нарисовать что-то виртуальной реальности показать взгляд художника на то как можно творить в мире виртуальной реальности что-то давайте посмотрим тот самый htc вайв с двумя контроллерами во всех мастер-кейтах что-то проявлено в инверсулу и это просто внести их и пум за кадров кто-то верно есть на самом деле Продолжение следует... 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 Продолжение следует...